Долгожданная суббота. Для хвостика в приюта это будет важный день. Вчера вечером позвонили волонтеру Людмиле Чернецкая, мастера, и сказали, что уже доделал клетку. И все вместе, материалы работы, обойдутся в 15 тысяч рублей. Так как женщина давала ранее задаток в размере 10 тысяч, нужно отдать оставшуюся сумму. В субботу можно уже забирать. Не знаю, закон должна, за клетку надо довезти. На этой неделе закупать продукты не за что. Та помощь, что передали, отдам за клетку как раз 5 тысяч. Водителю тоже надо будет. Договорила, что еще кастрировать персика рыжика. Караул какой-то рассуждает о бюджете домашнего мини-приюта женщина. Ветеринар Настя для процедуры приедет. Алексей с четыре лапы сильно с наркозом перебарщит, как кажется волонтеру. Котику бы, конечно, еще анализы сдать не мешал. Но, увы, Людмила Черницкая сейчас и так кормит всех с натяжкой и лечит сама. Так что дела плохи. Идем просто на выживание. Сильно мы застряли. Вот смотрите, 6 тысяч должна за корм, 5 тысяч за клетку. Дорога к кастрации 2 тысячи. Еда вся заканчивается. Надо брать новый корм. А я еще за тот не отдала и не отдам. Потому что нечем. Так это я вообще перестала все покупать. Я даже Рексику уже ничего не беру. Обдираю спинки. Лазиком не покупаю. Опять и многое другое. Я просто беру крупу, рыбу и спинки. Все коты сидят гоглодны. Так что в клиниках вообще придется забыть. Признается волонтер. Вот сама колола лечила. На этом и все. А у меня еще 5 кошек не стерилизованы. Это еще 5 тысяч плюс дорога. Не знаю. Просто катастрофа. А еще сколько надо. От блох, от глистов. Поэтому я и за прививки молчу. Вот представьте. На кота на 2 прививки. Это 700 рублей. И то, если достанут подешевле. А у меня их за 50. Я даже сейчас точно не знаю. Но где-то 50 с хвостиком. Так что каждый день живем как мы можем. И делаем, что считаем нужным. Не до прививок. Я прокормить не могу полноценно. Продолжать свои рассуждения волонтер. Не знаю. Жизнь становится все труднее. Животных много. Я и так уже стараюсь не набирать. Это хорошо, что в город почти не выезжаю. Ничего не вижу. Нельзя надеяться на людей. Сейчас всем тяжело. А таких, как я, сотни. Вот беда. Не получается проходить мимо. Я жизнь своему ребенку и так подпортила. Вляпалась с домом. А ей долги отдавать. Так его теперь еще и ремонтировать надо. Иначе рассыпется и все трубы прорвет зимой. Говорит с грустью волонтер-инвалид.